здравствуйте друзья пишет нам с украины молодой парень 18-летний студент учится он на факультете прикладной математики и хочет стать веб программистом то есть казалось бы все у парня классно он на хорошем пути собственно но только время вот там какие-то конечно усилия нужно приложить чтоб учиться желательно хорошо учиться он еще хочет и в сша тоже поехать поработать и в общем мы как бы будучи людьми постарше мы как бы отлично понимаем что он потом на пути но он закончится университет через там три года четыре там поработает пару-тройку лет там на украине и вперед вот его можно сказать с удовольствием возьмут куда-то в американскую компанию сделают рабочую визу там и все так карту получит девушка хороший надет в общем просто хочется за него порадоваться но молодой человек он как бы волнуется что мы тоже в общем хорошо понимаем он говорит мне уже 18 лет говорит он а когда я смотрю на вашем канале на 17 летних там которым 60 долларов в час предлагают у нас там был случай но это на это уникальный случай но тем не менее вот он говорит вот а как же я и чувствует он себя можно сказать на обочине жизни по этой причине и тут дальше я считаю некоторый максимализм он это если уж подумать там отцу кирберге это если кто не знает значит там создатель компании фейсбук вот такой и вовсе начинаешь понимать что там уже жизнь прожита зазря короче переживать этот случилась с ним такая душевная травма он начал читать далай-ламу далай-ламу господи но шо буддист какой но во всяком случае начал он читать далай-ламу типа человек мудрый там плохого не скажет а далай-лама и говорит что люди тратят свое здоровье силы и энергию там и так далее чтобы значит заработать денег а потом тратит эти деньги чтобы вернуть обратно и там как-то компенсировать значит потерю здоровья и в общем тут он совсем сник парень вот и говорит что же это я мол там перерабатываю там стремлюсь к чему-то и все только ради того чтобы здоровье потерять и концовка у него хорошие такое большое письмо очень трогательно и в конце он говорит что вот вообще говорит он а как в жизни после себя оставить след вот это вопрос который меня как-то зацепил можно сказать я думаю действительно как в жизни оставить след кроме того вообще интересно нужно ли в жизни оставлять след это как бы отдельный вопрос но мы знаем что люди любят оставлять в жизни след и это как бы важная часть того как человек себя осознает вот он ведь я оставил след или я не оставил а вот тот такой молодец оставил след то есть как бы он повлиял на жизнь там большого количества людей и так далее и это хорошо если он позитивно были значит что я хочу сказать про первую часть переживаний молодого человека я хочу сказать что он на абсолютно замечательном пути то есть он прямым ходом без всяких там ответвлений идет к исполнению своих так сказать заветных желаний у него абсолютно все здорово если он еще начнет или может быть начал где-нибудь там подрабатывать парт-тайм на каких-то реальных проектов в каких-то компаниях которые есть там где он живет это вообще будет здорово то есть он святы академическую часть с такой производственный и стаж пойдет и он учиться по-другому будет он себя будет по-другому воспринимать это все очень здорово когда человек начинает за деньги работать в каком-то реально производительном таком коллективе процессе это меняет людей в хорошем понимании то есть я бы за эту часть совсем не переживал просто поскольку парень ответственный он он как бы ответственно переживает вот это хорошо и это что на пути хорошо это что переживает хорошо что касается оставить след это очень индивидуальная штука я вот так думаю потому что мы все люди разные и мы не не можем судить других нам себя может быть немножко легче судить но это иногда я вижу люди они к себе с такими сложными критериями подходит след который мы должны оставить или мы можем оставить это скорее нам дано сверху вот способность оставить след нам дана сверху и когда мы говорим там про там кому многое дано с того многое спросится если человеку дано оставить хороший след то это его жизненная функция оставить этот цвет если он будет от отлынивать от этого он просто сам себя угробит и как бы многие люди об этом пишут и говорят что нельзя нельзя сочковать вот ту жизненную функцию которая тебе дана чтобы оставить этот след да нельзя отлынивать надо делать нельзя ставить планки нельзя ставить цели которые ниже твоих способностей потому что это одна из кратчайших таких дорог как саморазрушения надо высокие планки ставить так вот оставить след это не значит что ты должен смотреть на других людей вот скажем цукерберг оставил вот такой след или оставит то есть он уже оставил на вид надо полагает но еще оставит на дай бог здоровья парень молодой значит у него свой след жизни ну ну хорошо у него свой а вот допустим мать там воспитала двух замечательных детей вот у нее такой след жизни у меня сейчас есть женщина ей немножко за 50 и она учится в смысле не у меня лично женщина женщина в школе учится и у нее ребенок один всего и она родила его в общем то так ну не не в двадцать там два а ее же было там были к сороковнику и вот этот мальчик там у нее замечательный гениальный и вся ее жизнь в этом мальчике и она практически отказалась от своей карьеры отказалась от ну от того что могла бы иметь в жизни вот то что ну большинство людей как бы этого уровня образования этой прослойки общества вот они скажем да они хотят иметь карьеру и там еще что-то и она от всего этого отказалась добровольно чтобы заниматься своим мальчиком вот это ее след и сказать что ее след менее значительным чем допустим след оставленный там цукербергом или там белым гейтсом я не могу так сказать я искренне честная я не знаю что что важнее понимаете и на самом деле каждый из них выполнял свою какую-то функцию данную по жизни если они счастливы если они чувствуют себя самореализованными выполнившими эту функцию это и есть счастье это абсолютно счастливые люди вот я я надеюсь что билл гейтс счастливый человек я не знаю может быть он переживает что ему что-то должен был сделать не сделал вот но во всяком случае эта женщина она абсолютно счастливый человек в том смысле что она вот самореализована своих детей и никто за вас не решит что для вас правильно с точки зрения самореализации с точки зрения оставления вашего следа вы сами с собой разберите разберитесь как только вы сами с собой разберетесь будет совершенно без разницы что другие люди подумают и меньше смотрите на других то есть вы можете смотреть мы мы как бы все смотрим на других людей с целью понять что-то для себя но это вовсе не значит что мы должны быть как они у них свой путь у нас свой путь мы как бы рады за тех у кого произошла самореализация я с одним человеком разговаривал он такой знаете но как сказать психологическую помощь оказывает людям и он нетрадиционными такими средствами вот так где-то на грани эзотерики там еще бог знает чего и у него очень солидная клиентура он с нашими с отечественниками работает в америке он он по-английски практически не говорит и у него есть клиенты очень богатые он он как-то со мной работал там лет там шесть-семь назад я что-то у меня стресс такой сильный был я вот с ним занимался и и он между делом так не рассказывает миша он где ты не представляешь в каких дворцах я был каких особняках какие бриллианты там у людей на на пальцах и насколько они несчастны то есть люди которые казалось бы вот мы на них смотрели там другие на них смотрели ты посмотри не как состоялся этот человек ты посмотри сколько у него этого 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 а он несчастный глупоко несчастный чек да что он не получил того, что хотел получить. Он не развился в том, в чем хотел развиться. У него проблемы в семье, у него проблемы с детьми. Его никто не любит. И так далее, и так далее. У него нет друзей. И там еще что-то. И вот он переживает. И он вроде бы, казалось бы, все у него есть. А у него нет. Есть сказочка одна. Я, честно говоря, боюсь соврать. Не помню по памяти. Лев Толстой. А может и не Лев Толстой. Ну, не помню авторство. Но сказочка вот какая, что в царстве, в государстве, в некотором царь заболел смертельно. И он чах, и чах, и чах. И уже там, ну, буквально при смерти. И к нему приводили всех докторов, специалистов, там, астрологов. Бог знает кого. И никто ничего не может. И вот приводит там одного знатока, как бы. И тот говорит, царь выздоровеет, если надеть на него рубашку со счастливого человека. Взять рубашку со счастливого человека, одеть на царя. И вот тогда он выздоровеет. Ой, говорит, как легко. Сказали там члены семьи, которые заботились о царе. И побежали гонцы, там, скороходы по всей стране, там, трубадуры искать счастливого человека. И вдруг выясняется, что нет в стране счастливого человека один богатый, жена стерва, у другого вроде и жена, и деньги с детьми не лады. Тот больной, тот дурной, тот еще что-то. И обыскались. То есть начали с богатых, потом перешли, там, к среднего достатка, потом уже за бедных взялись. Но нет, счастливый человек. И вот стражники, которые, значит, поиском занимались, как-то они у какой-то землянки, там, сели на грунт и говорят, боже, уставшие, там, под солба вытирают. Уже к вечеру дело. И вдруг там в землянке, там, что-то, лучина загорается. И они слышат голос. Человек говорит, мужчина говорит, а что же, говорит, вот день поработали, говорит, и слава богу, тут покушали, говорит, там, с детьми поиграли. Что еще в жизни надо человеку для счастья? И они радостно вскакивают, врываются в эту землянку, хватают человека, а у него рубашки нет. Понимаете, к чему я эту хохмочку, значит, вам рассказал, к тому, что каждый из нас пришел в эту жизнь с тем, чтобы прожить ее вот определенным образом. И вот и живите свою жизнь. Вот так, чтобы она была ваша, и чтобы она была именно та, которую надо прожить. Вот и будет вам и счастье, и удовольствие от жизни, и все, все, что нужно. Вот. А Далай-Лама, если бы он, например, то же самое в 18 лет говорил, мы не знаем, как он рассуждал в 18 лет. Вот, когда ему там, может, там 90, я не знаю, сколько ему на самом деле, вот, он одно скажет, а в 18 он бы сказал другое. Поэтому вам сегодня 18, вот, и вы рассуждаете так, как положено 18. А когда вам будет, там, 70 или 90, уже будете рассуждать, как 90. И, в общем, как бы читайте внимательно, перерабатывайте в своем сознании, но так нельзя, уж так, напрямую, так на себя одевать, вот так, как ту рубашку. А так надо ее, так, немножко постирать, подкрасить, подшить там, и тогда только, вот, может быть, так сверху набросить. Вот на этом мы и закончим, тем более, что я уже практически приехал домой. Счастливо!